Привет, мои прекрасные! Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Меня зовут Даша Кривная. Кривда, иными словами. И мы здесь с вами продолжаем обозревать косметику, тестировать ее и делать соответствующие умозаключения. И сегодня я решила записать, как нельзя кстати, актуальное видео. Мы с вами будем тестировать косметику, которая у меня из всех закромов еще не протестирована. И, в общем, я отобрала то, что можно купить смело у нас. Прям по максимуму российские бренды. С исключением прям парочки продуктов, потому что я очень хочу их протестировать. Они уже давно лежат, и всем интересно было посмотреть. У нас здесь с вами будет бренд Черная Москва. Его я купила сама. Бренд Сергея Наумова. Мне эти новиночки пришли в пиар-рассылки. Я еще раз протестирую с вами пудру Романова, потому что в прошлый раз я ее поняла не до конца. Люкс Визаж мне прислали тоже. Тональные свои сети кремы новые. Гель для бровей от Илоны Дрошь, прикиньте. Так что давайте всем этим краситься. Надо, наверное, убрать волосики. Забыла сказать в выступлении, что видео тут выходит через день. Если вы гость и совсем новичок на моем канале, то обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и колокольчики, чтобы вам приходили уведомления о каждом моем новом видео. Несмотря на то, что монетизацию для россиян отключили, я продолжаю снимать видео в прежнем режиме и делаю все во имя любви, так сказать. С чего начнем? Конечно, с тонального крема. Мне пришло три оттенка. Я выбрала на бум второй оттеночек, 20-й точнее. Оттеночек называется Beige. Это какой-то CC-крем, который делает коррекцию цвета. Из PF10 выравнивает он кожу и увлажняет. Будем пробовать подход для всех типов кожи. Это белорусский бренд Luxe Visage, если кто-то не знал. Тут запаечка. Мы ее сейчас с вами поникнем. Все это дело максимально просто. Вот такой оттеночек и очень приятная текстура. Моя любимая такая, как сливки. Набираю на спонжик. Погнали. В оттеночке прям попала, угадала. 20-ка нейтральная. Ни розовая, ни желтая. Прям такая реально бежевая. Очень хорошо сливается с моим тоном кожи. Покрытие пока что такое от легкого к среднему. Очень приятная текстура. Прямо вообще. На самом деле, очень много у белорусской косметики находок. Вообще, может быть, сделать такую рубрику и больше тестировать какой-то косметики, которая более доступна для всех сейчас. Потому что, что происходит с ценами, что происходит с поставками, мир сошел с ума. А мы, люди, страдаем. Слушайте, покрытие очень приятное пока что. Прямо очень увлажняющее действительно. Распределяется все хорошо и легко. Напоминает мне, если честно, Айнауф, который 8 пептидов. Прямо очень напоминает. Легко растушевывается. Хорошо, все пока идет. Посмотрим, как усядется, не усядется, свернется, не свернется. Пока что прям, слушайте, прям вообще неплохо. Комфортно ощущается. Так, проверю, нет ли алкоголя хотя бы? Прямо именно алкоголя. Нет, нету. Передвигаемся с вами дальше. И я достала консилер. И если вы давно смотрите на инстаграм, кстати, пока еще все работает. Подписывайтесь на инстаграм. Там тоже много всякой полезной информации о бьюти и о моей жизни. Я очень любила раньше этот консилер. И использовала его часто. Это от Сережи Наумова. Он у меня давненько лежит. И я просто решила вам его показать. Вдруг вы не знаете, что это классный консилер для зоны вокруг глаз. У меня в оттеночке Т29. Он такой с персиковым подтоном. И он очень хорошо сидит именно в зоне вокруг глаз. Практически не скатывается. Комфортно перекрывает, без сухости. В общем, если что-то такое будете искать, обратите внимание. Не знаю, насколько продажа он сейчас или нет. Надо глянуть вообще. Смело я так показываю. Все, не посмотрела, продается он или нет. Но это бестселлер у бренда. Я вообще уважаю очень Сергея Наумова. И решила показать вам его косметику за бесплатно. Просто мне прислали. И я искренне выражаю поддержку. Он очень прям быстренько растушевывается. Все у него прекрасно. У меня он заканчивается уже. Я когда искала, какой консиллер достать, потому что у меня нету российских, каких-то белорусских консиллеров еще не открытых. И думала, какой вам показать. И собралось на самом деле несколько штучек. И если вы хотите вообще видео, где с подборкой, где я не крашусь, а просто говорю, показываю, рассказываю о свойствах и с вотчем, то скажите, пожалуйста, мне дайте свое мнение в комментариях. Я обязательно сниму такое видео, такое антикризисное предложение, где я вам поделюсь с вами бюджетными находочками. Смотрите, как хорошо все перекрыло. Даже тон на самом деле хорошо все перекрыл, а консиллер улучшил, так сказать. Уплотнил. Кожа выглядит очень красиво на данный момент. Тон мне нравится, на удивление. Я почему-то думала, что будет что-то типа BB крем от Vitex или как его там. Мне он, если честно, ну, прикольный, но он многим поры забивает. Не знаю, как насчет этого сиси-крема. Движемся с вами дальше. А дальше у нас с вами очень интересная вещь о черной Москве. Напоминаю, это я купила сама. Я хотела снять обзор и почему-то все никак руки не доходили и ждали своего часа. Черная Москва. Russian Beauty Guru. Какая-то такая большая палетка здоровенная. Тут оттенки называются рассветы, закаты, жилые массивы. Я бы называла районы, кварталы. В общем, сейчас у нас будет с вами макияж в московском стиле. И тут оттенки называются Большой театр, Парь Горькова, Патрики, Сити, Кремль, Гум, Арбат и т.д. Что-то никак она вылезти не хочет. Такая прямо очень лаконичная, большая штуковина палетка. Давай, открывайся. Магнит прям такой крепкий. Такая она, знаете, как дарковая какая-то, что ли. Здесь все для коррекции лица, скульптор, хайлайтер, румяшки и вот такая палитра теней. И по большей части все матовые, а вот это только небольшие такие сатинчики. Сейчас будем пробовать что-то мы с вами должны сделать интересное. Но сначала давайте коррекцию произведем. Наберу скульптор. Вот этот вот. Вроде как набирается, не пылит. Тина наносить, деликатно переходит. Сколько сейчас это все стоит, я в данном видео не озвучиваю, потому что цены меняются каждый день. Да, мы все в офисе. Слушайте, смотрите, как хорошо растушевывается и наносится. Мы что, научились косметику делать? Прям смотрите, как хорошо. На височную область. Оттенок, кстати, в упаковке выглядит каким-то даже сероватым, я бы сказала, на лице очень даже хорошо все смотрится. Очень легко растушевывается. И он преобразовывается в такой натуральный оттенок. Как вам? Вы сами видите, что я очень быстро все как-то растушевываю, и никаких проблем не возникает. Так, давайте возьму маленькую кисточку. Во всяком случае, кисточку поменьше. Беру оттенок и носик проконтурирую. Скажите, пожалуйста, вас макияж так же успокаивает, как меня? Потому что для меня это прямо медитация. Так расслабляюсь в этот момент. Завожу тень на складку, все как всегда. И ввожу ее в висок, то есть соединяю все линии, тени, все рельефы соединяю. Здесь прямо так блестяще сидит тон, увлажняющий действительно. Его необходимо фиксануть будет, но это потом. Давайте теперь нанесу румяна. Очень на самом деле интересный оттеночек. Он такой пыльный, пыльный, как вся Москва. Немножечко рыхловатый. Тушуется тоже легко и быстро. Ммм, прям быстро. Что? Видите, какой натуральный оттенок? Что? Мне кажется, что меня тени здесь сейчас разочаруют. Все на то, он прилипает, его фиксировать пудрой просто обязательно, строго, строго фиксировать. Наберу маленькую кисточку. Я не снимала две недели. И у меня прямо наберу хайлайтер. Он какой-то, мне кажется, немножечко желтоватый. И вообще особо ничего не дает, почему-то мне так кажется. Его надо прям на влажную кожу наносить. Тогда все будет. Но пока что-то его ничего особо не дает. Он прессованный. Такой прям, ну, даже в палеточке Шарлотты все очень-очень получше. Хотя он там очень слабенький. Здесь вообще просто как, ну, ничего не делает. Такой очень деликатный, сверху. Дает такой легкий-легкий блик. Мне обычно такого мало. Ну, посмотрите, на самом деле все вообще без пятен. Мне это прям очень нравилось. Мне понравился скульптор. Он вообще без проблем каких-то нанесся. Красиво. Хочу очень зафиксировать пудрой все это дело. И дам еще один шанс пудры от Романовой. Она крутая. Она мне понравилась тогда. Но потом что-то... У меня как-то сухость подчеркнула. Сейчас я пропелинговалась, проувлажнялась. Поэтому давайте попробуем ее снова. Какие-то у меня были неоднозначные мысли на этот счет. Не знаю почему. Я даже не помню. Но мне хотелось ее еще разочек протестировать. Думаю, что это как нельзя кстати. Но радоваться-то можно бесконечно. Но в Италии производится все это дело. Вот эта вот палетка кстати производится. В Солнечногорске, Московской области. Так что живем. Сейчас все хорошо. На увлажненную, хорошо очищенную, пропелингованную кожу. Все хорошо ложится. Кайф. Неужели сегодня меня все будет радовать? Помните, мы с вами делали макияж Wet n Wild? Кто не помнит, обязательно посмотрите. Очень интересное видео получилось. Я там забыла... Думала в общем, что у меня там лежит подводка. Это оказалось карандаш для бровей. И думаю, что стоит его протестировать. Потому что это бюджетный карандаш для бровей. И стоит его попробовать. Только открыть бы его еще быстро. А, ребят, его в Китае производят. Китай наше все сейчас будет. Косметика с Алиэкспресс процветает. Кстати, я сюда не снимала видео с косметикой на Алиэкспресс. Оно было в Инстаграм. Если хотите, я могу вообще весь контент сюда спустя какое-то время, спустя время тестирования, переснять. То есть уже не первое впечатление, а с опытом. И опять же, если вам такая идея нравится, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что сейчас у меня небольшие какие-то моральные затруднения. Что нужно, что не нужно. Но по вашему отклику, по большей части, я понимаю, что видео нужны. И нужны в прежнем режиме. Так, смотрите. У меня в оттеночке Тауп. С одной стороны щетка. Все, я по-человечески. С другой стороны, вот такой вот карандаш. Достаточно плотной попкой скошенной. Мы сначала расчешем бровки. Щеточка мягкая. Мне кажется, что он будет жирненький. Давайте попробуем. Выделю нижнюю линию. Да, он не сухой абсолютно. Нижнюю линию ее зачесываю наверх. Верхнюю линию обязательно. Хвостик. Все это тоже. Чешу, чешу, чешу. Блин, мне кажется, в кадре вообще темно. Так выглядит карандаш в зеркале нормально. И оттеночек не прямо холодный. Он рыжит, желтит. Но совсем немножко. То есть для моего оттенка волос и бровей это приемлемо. Его надо обязательно фиксировать. Но достаточно быстро он все это сделал. Справедливости ради. Получилось все достаточно симпатично на самом деле. Я боялась большего разочарования. Но у нас еще с вами все впереди. Потому что сейчас мы будем вскрывать гель для бровей Пусси. Бай Илона Дрож. Честно, я никогда не следила за Илоной. Вообще, я слышала о ней только краем уха, ее деятельности. Но было очень много запросов, чтобы я протестировала. Я выловила еле-еле на Вайлдберрис этот продукт, чтобы его протестировать. Вот так вот все запаяно. Карточка какая-то. Поддержка. Так выглядит упаковка. Выглядит симпатично. Если честно, очень симпатично. Лаконично. Минималистично. Произведено это все. Тут надо наклеечку отодвинуть. Наклеечку отрываем. Смотрим. Городи, Москва. Вот ух ты, какая маленькая щеточка. Сам гель не могу понять. Давайте наносить в общем. Что понимать-то? Пробовать надо. Я не хочу делать никому продажи. Это бесплатно. Ну, что-то пока как-то прям хорошо идет. Прям с первого раза щетка вообще офигенно. С первого раза все вот так вот бац. Выкладывает каждый волосочек буквально. Щетка шедевральная. Я такой нигде не видела. И он по ощущениям такой вязкий. Давайте непослушницу мою уложим. Респект. Я всегда отделяю продукт от производителя. Ну, то есть от личности. Что слетик. То есть, как бы я к кому не относилась хорошо или плохо, я оцениваю очень. На самом деле, я никому не отношусь плохо. Мне просто пофиг. Тут много продукта упало. Вот эта щетка уже такая типа, не-не-не, верните ту маленькую, маленькую верните. Она так хорошо все выкладывает. И это факт. Но бахнулось сюда много геля. То есть надо прям вычищать щеточку от излишков. Тут, я думаю, решает щеточка. Очень, кстати, мне многие говорят, да хорошо гель фиксирует, хорошо. Вот, например, вен с собой. Я любила раньше. А потом у меня что-то вообще стало с бровями. И перестала щетка выкладывать. То есть она для меня стала слишком реденькой. Мне нужны вот такие вот щеточки. Частые. И чтобы еще текстура была соответствующая гели. И тогда прозрачный гель работает на меня. Почему мне так нравится гель, например, от Benefit? Потому что там очень прикольная кисточка. Такое нигде, ни у кого нет. Она силиконовая. И тут очень мелкие частички. И она захватывает эти, эта кисточка, все мои непослушные волоски. И приклеивает их за счет текстуры геля. И поэтому случилась любовь. Если честно, мне кажется, здесь любовь тоже случится. Он вязкий, он еще не зафиксировался, липкий. Посмотрим. Но уложил круто. Я не ожидала. Офигеть. Офигеть. Так, теперь мы с вами приступаем, наконец-таки, к глазам. У меня там есть консилер. Поэтому я просто сейчас пройдусь кистью с пудрой. И приступлю к макияжу глаз. Возвращаемся с вами к палетке Beauty Guru. И думаем, что же мы тут с вами можем сделать. Получится очень такое, мне кажется. Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Вот, мне кажется, то же самое сейчас будет. Берем кисточку и давайте прям хорошо проработаю скульптором сначала складку. Тут прям рельеф и обозначить конкретно. Хороший скульптор вообще. Блин, тут на самом деле оттенки не очень логично выстроены. То есть у них вообще логики нет. Просто оттенки для мономакияжа. Вот честно. Потому что смешать вот этого глубоко фиолетовый и зеленый, и еще коричневый. То есть они вообще из разных, из разных миров. Но что хочу сказать, вот тут вот есть примерная логика для трех макияжей. Складка, затемнение, высветление. Тоже типа растушевка, затемнение, сияшка. И тут тоже, в принципе, для трех макияжиков. Но этого мало. Шелковистые сияшки такие. Не знаю. Начну с нижнего. Пигментация как-то вот так. И полагаю, что при растушевке это будет превращаться вот в так. Вот в так. Будет просто грязюка. С оттенками тут прогадали немножко, мне кажется. Ну, давайте. Нанесу вот этот оттеночек в складку. То есть смешаю его со скульптором. Пигментированно. То же самое и здесь в уголочек. Прям пигментирован этот оттеночек. Такой какой-то грустный оттенок, не знаю. Возьмем оттеночек, который следующий потемнее. И кисточку поменьше. Берем. Он такой, знаете, бордовый что ли. Пигментированный. Я не хочу сильно темный макияж. Не хочу, он меня будет угнетать. И растушевываю. Добавлять много темного я не хочу. Растушую и добавлю даже скульптору в растушевку. Ну, неплохо. А вот здесь уже пошла. Пошла залипундричка. Вообще, посмотрите, какая залипундричка. Это что такое? Это что за безобразие? Ну, не дело. Много темного здесь получилось на этом глазике, потому что пришлось закрывать дыры. Все равно они прямо дыры. Хочется чем-то растушевать, а они не растушевываются. Всегда вопрос к теням. Зачем делать такую пигментацию, если тень не к тушевке слаба? Нанесу на подвижку давайте вот этот вот. Вот это прям такое. Тенчик легкий. Освежить взгляд. Я делаю пока что базовый макияж, потому что я вхожу в строй. Думаю, что большинство из вас именно такое и нравится, если вы здесь. И вы уважаете мое мнение. Давайте-ка я еще возьму кисточку, попробую кисточкой нанести. И вот этот оттенок красивый. Хочу нанести вот этот вот сизый оттенок. Мне кажется, он симпатичный. Уберу его на кисть и хочу его нанести по нижнему веку, ближе ко внутреннему уголочку. Оттеночек прикольный, такой сложный. Необычно смотрится. И вот этим вот темным попробую нижний век проработать аккуратно. Он прямо залипает во все, где влажность какая-то есть. Хотя ее там в принципе и быть не может, потому что это я фиксировала пудрой. Знаете, симпатичный, но не очень. Наберу сияющий вот этот, наверное, или попробую светленький набрать. Он такой полуматовый. И подсветить внутренний уголок, чтобы освежить взгляд. Этот же оттенок нанесу немножко в тушевку. Такой вот макияж. Но у нас еще с вами есть подводки от Сережи Наумова. У меня их тут три штуки. Это новинка, походу. То, что она мне пришла совсем недавно. И тут оттеночки. Зодиак серый, черный, зеленый. Давайте возьму серую подводку. Давайте-ка я вам все их просвочу. Такая вот упаковочка. Очень красиво. Это зодиак оттеночек. Они вот такие. Я к таким осторожно отношусь. Но попробуем. Такой вот серый. Я, наверное, возьму ее. Дальше черный копипаст. Такие они виниловые. Черная. Если я сейчас оплошаю, фардон, не стыдить. Сто лет такими подводками не пользовалась. И зеленая. Оттеночек эск. Ммм, такой красивый. Какая красота. Может быть зеленую возьмем? Какая вам больше нравится? Я думаю, все-таки серая. Если у нас уж такая Москва, вся пыльная. Давайте серую. Серую возьму. Это у нас с вами зодиак. И попробуем. Ммм. Смотрите, как тоненько он рисует. Для меня непривычно, но прикольно. Она прям быстренько так ложится. За что я не люблю жидкие подводки? Они слепляют ресницы мои. Ну, смотрите, какие тонкие линии делает. Не, четко. Вообще четко. Повторим на втором глазике то же самое. В общем, очень быстро, очень красиво, тоненько. Меня сегодня практически все радует. То, что обычно особо не радует. Меня вообще очень удивил гель. Прям очень подводки такие. Ну, вообще быстро я сделала стрелки. Посмотрите, как быстро и какие они тоненькие и изящные получились. Хотя у меня раньше никогда не получалось с такими подводками делать тонкие стрелки. Всегда получалось, что они выходят толстые, потому что приходилось корректировать. И здесь прямо хорошо все. Я ничего не справляла, только сюда у меня ушла рука на подвижные века. И все. Супер. Попробуйте. Хотя, по-моему, стенд Сергея Наума уже нигде не представлен. Но доверьтесь мнению инфлюенсеров, как говорится. Так, что у нас еще с вами осталось? Это тушь и помада «Остатки былой роскоши». Давайте попробуем тушь. Тоже от Russian Beauty Guru. Это тушь называется «Объемная тушь для ресниц». Внутри все черное, что-то это нам напоминает, правда? У Олечки Романовой такая упаковка, все черное внутри. И вот такая из гиббона Дабкунайта. Смотрите, она вся такая крутящаяся, вертящаяся. Телефончик. Пуньк. Вот такая вот штукень. Наносим тушь. Не колючая. Приятно разделяет по ощущениям. Ну, как будто бы наносит немного. Сейчас посмотрим. По ощущениям могу про щелочку сказать, что она разделяющая. Не знаю, как насчет объема. Но посредственно достаточно. То есть я пока не вижу вау-эффекта. Обычная тушь, которая по ощущениям не слепляет ресницы, прочувствует их. Но вау-эффекта не дает. Но это именно то, что я всегда ищу на каждый день. Если делать более яркий макияж, то хотелось бы реснички поактивнее все-таки. А так разделила. И мы, конечно же, проверим на стойкость. Как же у меня активная мимика на лбу? У меня все просто туда проваливается. Блин, мне так стрелки нравятся вообще. Неожиданно. Реснички в один слой, в общем, получились вот такие вот. Разделенные, пушистые, без экстра объема. Просто красивые ресницы на каждый день. Можно попробовать наслоить. Давайте попробуем. Но я, если честно, не люблю. Мне уже так тяжело становится наслаивать. У меня начинает клеиться. Не будем. Ладно. Итак, хорошо, на каждый день нормуль. Неплохо. Посмотрим по стойкости. Тушь всегда стойкостью проверяется. Ребята. Остатки был и роскоши. Про что я говорила? Я не знаю, сколько сейчас она стоит. Наверное, ее можно продать. Получить целое состояние. Оттеночек у меня 31. Первый это YSL из Saint Laurent, Тыры-Пыры, все дела. Я очень давно хотела ее открыть. И думаю, что сейчас это именно тот нужный момент, который может принести нам некую радость. Ее надо чуть-чуть выкручивать, иначе она может сломаться из-за того, что вот это все достаточно хрупкое. А что у нас оттенка? Что за ужас. Что мне с ней делать? Мне ее в центр губ наносить? Я такие оттенки наношу исключительно в центр губ. Возьму карандаш для бровей. С холодным контуром играет красиво такие оттенки. Сами по себе это просто привет нулевые. Или даже не нулевые, я не знаю. Просто у меня мама такие оттенки любит. И они на удивление очень идут. А мне почему-то нет. Вот смотрите, с холодным контуром карандаш для бровей. И такая помада смотрится очень красиво. Но само по себе трэш-контент. Текстура приятная. Но чем она отличается от любой другой помады, не знаю. Я очень люблю из бюджета белорусские помады, честно. Одни из самых комфортных на губах. Еще знаете, что у меня есть? Давайте откроем просто, ну как финалочка. От Russian Beauty Guru. У меня здесь лежало, я не открыла вначале. Какой-то черный бальзам для губ. Он, наверное, цвет проявляет. Попробуем его нанести сверху. И вот штукень. Угу. Металлическая. Я думала, она поменьше будет. Прям черный бальзам. И он, наверное, как-то проявляется на губах. Ничего не понимаю. Их надо соло не сверху наносить 100%. И, в общем, вот такой вот макияж. Так, давайте быстренько пройдемся по косметике, которую я сегодня с вами вместе попробовала. Или попробовала не в первый раз. В общем, что хочу сказать насчет тонального крема. Первым впечатлением он мне понравился. Если честно, я поражена. Я думала, что он будет полупрозрачным, суховатым. Но он вообще на коже лежит незаметно. Ни в какие морщинки не провалился. За исключением мимики на лбу. Потому что я очень активно таращила глаза, чтобы все это дело растушевать. Так что пока что мне нравится. Посмотрим, как в течение дня себя ведет. Консилер я просто очень сильно захотела поддержать. Бренд Сережи. Совершенно бесплатно. Просто из-за соображений коллеги и понимания, что сейчас все находятся в трудной ситуации. В общем, я очень люблю этот консилер. Он у меня уже все. Я вам его показала и показала подводки. Но они чуть позже. Крутой консилер, который отлично перекрывает проблемы в зоне вокруг глаз. И не только в зоне вокруг глаз. Он увлажняющий, не сушит и очень комфортно носится. Не скатывается. Я его люблю нежной любовью. А там осталась каплюшечка. Я его никуда не выбрасываю. Сразу скажу все о ней. Что думаю? Мне понравились вот эти два продукта. Мне понравился румяный скульптор. Посмотрим, конечно, как они по стойкости. Но очень хорошо растушевалось. И красиво смотрится. Как носится, еще не знаю. Хайлайтер очень деликатный, нежный. И я практически не вижу блика. Но все-таки такой он есть. Но очень деликатный. Тени пока не поняла. Очень так залипают капризно. Я немножко понервничала, когда их все наносила. Цитинчики хорошо наносятся. Вот эти вот два. Мне понравилось. А вот этот хорошо тушевался. Но тоже, знаете, что-то такое непонятное. Нужно еще пробовать. Будем с вами пробовать и изучать дальше. Пудра Романова все-таки хорошая, отличная пудра. Хоть она и в Италии производится, но бренд все-таки российский. Красивая пудра, формула запеченная. На лице живо все фиксирует. Такой полуматовый финиш. Все гладенькое, зашлифованное. Но при этом не запудренное. Не выглядит вот так, как будто муки насыпленное лицо. Все-таки она мне нравится. Дальше брови. Карандаш для бровей неплохой. Такой жирненький, на воске. Как будто очень хорошо быстро стушился. Она имеет желтый потон, я это вижу. Но в случае моего оттенка волос, это смотрится очень органично. То есть не инородно. Но если вы холодная прям блондинка, то, наверное, вам этот момент не очень понравится. А в остальном, неплохой карандаш. Не для волосковой техники, для заполнения, но хороший. То, что меня удивило. Мне понравился гель для бровей Пуси. Я еще его буду тестировать. Покажу вам. Будем снимать некий яжи. Будем всякое разное пробовать еще. И скажу о нем, думаю, не раз. Покажу. Будем тестировать дальше. Пока что мне нравится. Подводки мне тоже понравились. Они по плотности цвета очень красивые. Прямо хорошо цвет идет, отдает. Им нужно время, чтобы застыть. Не закрывайте сразу глаза. Может чуть-чуть отпечататься. Но это функция вот таких подводок. Очень легко и тонкие линии рисует. Там кисточка офигенная. Цвета интересные. Очень замечательно. Тонкие линии рисует. Проверим опять же на стойкость. Но в остальном все круто. Неплохая тушь на каждый день. В бюджете знаем лучше. Но если вдруг обратите внимание и захочется попробовать, то в первом впечатлении она неплохая. Посмотрим по стойкости. Помада с осадками былой роскоши. Не поняла оттенка. Он для меня только если наносить его в центр губ с холодным контуром. Я такое не ношу. Полностью плотный цвет такой тем более. Только в качестве блеска максимум. А так только в центр губ. Возможно я подарю ее маме. Потому что такой цвет она будет носить точно. А я не знаю. Это меня расстроило. Бальзам пока что не поняла. Будем с вами еще пробовать. И конечно же вот так я проходила с этим макияжем в течение дня. Ну что, сегодня была очень сложная проверка на стойкость. Потому что мы пошли гулять и очень сильный ветер. У меня очень чувствительные глаза. И от ветра они начинают просто ртать. А слезы текут. Соответственно стрелки не пережили этот поход. Они размазались. Но слез было очень много. А вот тушь осталась на месте. За что большое спасибо. Мне не нравится как выглядят тени. Они выглядят некрасиво. Они все как-то стерлись. Выглядят очень грязно, неопрятно. В общем, попробую я еще на хорошей базе под тени нанести вот эту вот. Но сами оттенки по себе видите. Они такие какие-то грязючные. Не особо интересны. В какой-то макияж их прикольно вписать. Но само по себе палетка не самостоятельная. Брови мне очень нравятся. Я хочу еще тестировать. И я удивлена, честно, что продукт приятный. Очень приятная щеточка, которая выложила мои брови. И как вот она их выложила, так они и лежат. Посмотрите, просто какая молодец. Упаковочка прикольная. Тон пудра, консилер вообще никак не повредились. Кстати, насчет еще палетки Russian Beauty Guru. Скульптора мало видно. Румян мало видно. Прям вообще. Все убежало. Не знаю, палетка дорогая. Не дешевое удовольствие. Но, как вы видите сами. Помада до сих пор, кстати, держится на губах. Она, правда, стойкая. Но оттеночек немножечко подкачал меня. Буду его либо в центр наносить, либо, возможно, отдам маме. Вот. Вот такая вот стойкость. А вы, дорогие мои, прекрасные, обязательно подписывайтесь на канал. Мне очень сейчас важна ваша поддержка, ваша любовь. И все доброе, что только вообще может существовать. Этого всем нам сейчас не достает. Поэтому я вас всех крепко обнимаю. Самое главное, никогда не забывайте, что каждый из вас прекрасно и внутри, и снаружи. В любом виде. Будьте добры друг другу, любите друг друга. Мы все люди и нужны друг другу. Мы увидимся с вами в следующих видео. Еще раз скажу, подписывайтесь обязательно, ставьте пальчики вверх. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok